15 октября в спортивном зале «Энергия» прошел необычный трехчасовой танцевальный марафон, в котором приняли участие десятиклассники из Эстонии и России. Руководитель молодежного центра надеется, что мероприятие станет традиционным для Нарвы. На самом деле, сама идея этого мероприятия получена в ходе одного визита, когда наши дети участвовали в Москве в трудовом лагере. И принимающая сторона, а именно центр планеты, организовал для нас вот такое мероприятие. То есть мы танцевали там вместе с ребятами московской школы. И когда мы это сами прошли на себе, мы поняли, что это так здорово и так классно, и захотели, чтобы у нас в Нарве наши дети тоже получили возможность попробовать что-то такое, увидеть что-то новенькое. Таким образом, мы поговорили с командой, которая организовывала это в Москве, и ребята оказались очень классные, они сразу же с радостью согласились. Им тоже интересно попробовать сделать это на новой площадке с новыми людьми. И таким образом, в общем, идея родилась в июне, а в октябре мы ее уже осуществили. Ребята из Москвы приехали и провели это мероприятие здесь. Если говорить, насколько это было сложно, да нет, не сложно, было бы желание, и все. Да, мы планируем, мы очень хотели бы, чтобы такое мероприятие стало традиционным. И на самом деле еще тоже такой момент, что пока было мероприятие, у нас была группа, которая работала как ученики, так скажем. Они учились, они смотрели. И мы надеемся, что в следующем мероприятии они уже как раз будут сами вести и сами работать. И также, на самом деле, мы не говорим, что это наше авторское право. И если школам понравилось, они могут и сами организовать такое мероприятие у себя. Участники были в восторге от марафона. Привет! Я один из участников команды от Ивангорода. Это потрясающее место, потрясающее событие. Мы получили кучу эмоций. Все просто очень здорово, весело, куча энергии, куча эмоций. Супер просто! Нам очень все понравилось. Правда, говорили, что будет четыре. Но три тоже было сложных. Но на самом деле это было все весело. Но вы видите, мы полны сил, бодры, веселые и готовы еще на дискотеку идти. 16 октября в отеле Ли Варан прошел рыбный фестиваль, на котором посетители знакомили с разновидностями рыбных изделий, угощали фирменными щами, рыбными закусками и деликатесами. Для развлечения гостям была предложена разнообразная музыкальная, танцевальная и развлекательная программа с веселыми конкурсами и играми. А также выставка продажа, где гостям предложили не только купить, но и попробовать различную продукцию местного производства. Очень самобезотходная рыба. Но говорят, это не рыба, а беспозвоночные животные. Поэтому запрещается делать лонки миноги. Хотя уже 40 лет в Канаде, там где водится вот эта вот рыба, там проводят международные соревнования миноги. Это моя рыба. На прошлой неделе, в честь своего юбилея, Михаил Румянцев провел литературно-музыкальную лекцию для старшеклассников. В этом бою мною Гюнкер сбит. Я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надарил. Очень хочется в день своего юбилея поделиться тем, что я люблю и, надеюсь, вам тоже будет дорого. Больше 40 лет я занимаюсь стихами и не так давно, год назад, издал вот такую книжечку арт-слонга «Искусство вечно», где собраны, на мой взгляд, лучшие стихи нарвских поэтов. И сам там парочку написал стихов. Вот эта неповторимость жизни, как бы она трудна ни была, особенно воплощенная в поэзии русской, в стихах Пастернака, раннего Вознесенского, Блока, Заболоцкого, Есенина, меня всю жизнь сопровождает. И вот сегодня я здесь нахожусь, в шестой школе, где десятиклассникам проведу такой своеобразный рок-концерт «Живое слово». Ну, как подарок. Для меня лучший подарок, когда я вижу живые глаза ребят, их улыбки, слышу их вопросы, что их интересует действительно живое слово, мудрость наших великих поэтов, тех, кто хранят русскую культуру, а не просто игрульки на компьютере, ну и тому подобное, чем занимаются многие из молодежи. Интересно ли подросткам живое слово литература? Мне понравилось, очень интересно и познавательно. Много чего рассказал о Пушкине и вернул уже убывающую к нему любовь, ну, к его произведениям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok